Почему государство так отчаянно цепляется за такое мерзотное явление, как призывная армия? Не взращивает ли она в своих жертвах какие-нибудь полезные для режима качества? Например, покорность перед властью, толерантность к подлости и маразму? Ну, в вопросе все уже отвечено. Очень умный подписчик, очень на правильном мыслительном пути. Обязательный призыв – это порок общества, это гадость. Главное, что это неэффективно в плане обороны. Это абсолютно неэффективно, когда ничего не умеющие, не желающие, не желающие не то, что защищать родину, и не умеющие какие-то дохлые, больные, худые, несчастные ребята вместо образования и жизни вынуждены отсиживать или платить взятки и освобождаться. Это мерзко, это не обороноспособность страны. Только профессиональная армия, только так должны идти те, которые биологически, нейрофизиологически готовы идти в бой, убивать, которые не дрожат, потому что у них, знаете, в мозге нет многих контролирующих, ладно, это отдельная тема. Это объективная вещь, это антропология. И те, кто вообще, минуточку, самое главное, те, что я решил, я хочу идти, да, свобода выбора, самое важное, человек рождается свободным, и ни одна шваль не должна иметь право сказать, что завтра ты идешь туда, с какой стати? С какой стати? Что вообще такое? Никто вообще не хотел вылетать из дырки именно в этой или в другой территории, другую там, мумба-юмбу, ой, вылетел из дырки в этой, и будет, это наше все, это надо защищать, с какой стати? Он мог вылететь из дырки в Швейцарии, например. Вроде дырка, но место лучше, давай дальше. А что государство? Конечно, ничего хорошего государство не воспитывает. Мы видим, вон, алкаши во дворе, вот итог воспитания. Государство что воспитывает? Навоспитывались. СССР уже воспитало поколение любителей Кашпировского, Путина и так далее. Ах!